МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует программа о безопасности дорожного движения Патруль 76. В студии работает Никита Белохвостов. И мы начинаем. Проблема водителей в состоянии опьянения, головная боль сотрудников госавтоинспекции. Чтобы привлечь к этой теме внимание общественности, инспекторы провели профилактическое мероприятие «Трезвый разум». Этот задорный танец девчонок явно привлек внимание прохожих. На главной площадке города Дутаева прошла профилактическая акция «Трезвый разум». Организаторы – городской клуб при поддержке госавтоинспекции. Цель – пропаганда трезвого образа жизни. Водитель в состоянии опьянения представляет очень серьезную опасность на дороге, подвергает опасности жизни, здоровью других участников дорожного движения. Регулярно сотрудники госавтоинспекции города Дутаева проводят профилактическое мероприятие, направленное на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения. За восемь месяцев в Тутаевском районе выявлено 220 таких водителей, находящихся в состоянии опьянения. Из них двое находились в состоянии наркотического опьянения. В мероприятии приняли участие известные люди города. Директор политехнического техникума обратился к жителям через импровизированный телевизор. Будьте внимательны на дорогах, переходя на пешеходные переходы. Когда находитесь в транспорте, обязательно пристегивайте небезопасность, потому что это непосредственно первая мера предосторожности вашего здоровья. Всем хочется пожелать самое главное – здоровья. Инспекторы ГИБДД поинтересовались мнением горожан на тему правонарушений на дороге. Вы бы поехали в качестве пассажира, заведомо зная, что за рулем пьяный? Никогда. А что бы вы остановили как-то или как? Остановила бы его, конечно. Да, сообщим, потому что я законопослушный гражданин, и хочу, чтобы все были тоже такие же законопослушные. Если человек нарушает, значит, нужно наказать. Если бы вы принимали законы, какое бы наказание вы приняли за управление транспортным средством в состоянии опьянения? Лишение прав пожизненно. Завершилось мероприятие всеобщей зарядкой, где каждый мог приобщиться к здоровому образу жизни и задуматься о собственной безопасности. Мария Анисимова, Константин Дмитриев, Патруль 76. Визиты по правилам. В Ярославле регулярно проводятся рейды по контролю за пассажирскими перевозками. Приверки связаны с рядом ДТП с участием водителей автобусов. Безопасность поездки зависит от конкретного перевозчика. Но определить, что автобус вышел на линию с нарушениями, самостоятельно пассажиры не могут. Поэтому с рейдом выходят сотрудники госавтоинспекции. Мероприятие проводится во всех районах города. Пунктов, за которые могут оштрафовать, много. Но у инспектора нет цели наказать рублем. Главное – обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения. Значительный рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей и автобусов отмечен на территории города Ярославля. Это 34 дорожно-транспортных происшествия. В особенности на территории Заволжского, Фрунзенского и Зижинского районов. В ходе целевых мероприятий особое внимание уделяется контролю за техническим состоянием маршрутов и транспортных средств. А вы ответственный пешеход? В Рыбинске прошло необычное мероприятие «Безопасность ради жизни». Рядом с одним из пешеходных переходов города сотрудники ГИБДД установили мольберт, где каждый прохожий оставил свое обещание пешехода. Цель преследует важную – привить людям культуру соблюдения ПДД. Соблюдение правил перехода через проезжую часть, а также учитывая сокращение святого дня, осенний период, напомнить очередной раз о том, что необходимо всем приобрести светоотражающие элементы. И не только их приобрести, а сделать так, чтобы они были видимы на одежде детей, взрослых, для того, чтобы быть заметными в темноте для всех водителей. Акция прошла при участии учеников Рыбинской школы. В свои годы ребята уже помогают сотрудникам ГИБДД. Они юные инспекторы движения, но уже рассказывают о своих трудовых подвигах. Участвуем в акциях, конкурсах, помогаем дошколятам и школьникам, объясняем им правила дорожного движения, что нужно делать и что нельзя. Также в автогородке проводим уроки на самокатах, катаемся на велосипедах, чтобы люди тоже не совершали плохих ошибок, чтобы не нарушали правила дорожного движения. Поговорим о важности использования свето-возвращающих элементов. Согласно статистике, наибольшее количество ДТП с пешеходами регистрируется в темное время суток. Один из способов снижения аварийности в данном случае – использование пешеходами свето-возвращающих элементов. Чтобы осветить эту тему, в Тутаеве сотрудники госавтоинспекции вместе с родительским патрулем провели профилактическое мероприятие «Стань заметнее в темноте». Обязательно. Сейчас много литературы детской по этой теме. То есть они читают книги, мы это обсуждаем и стараемся принимать им знания. Настоящая радость для сотрудников госавтоинспекции – ответственные родители, особенно в теме безопасности на дорогах. И чтобы таких родителей было больше, инспекторы ГИБДД регулярно проводят профилактические акции. Одна из них с ярким названием «Засветись» прошла в Тутаеве. По статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Сотрудники ГИБДД вместе с представителями родительского патруля вышли на улицы города. Прохожих останавливали, проверяли знания ПДД, напоминали о важности использования световозвращающих элементов. А их маленьким спутникам дарили подарки – браслет и наклейку со светоотражателями. Активисты родительского патруля рассказали, для чего нужны такие акции. Жизнь ребенка, я считаю, что это очень бесценно. И поэтому для просвещения детей на самой дороге, на пешеходном переходе, чтобы до него доводить информацию не только по картинкам, по книгам, по компьютерам, а что вот именно пешеходный переход, тебе ты должен в ночное время быть ярким, заметным. Проведение таких мероприятий будет на регулярной основе. Ведь привить детям и взрослым культуру использования световозвращающих элементов – одна из главных целей в обеспечении безопасности. Мария Анисимова, Денис Ромашов, Патруль 76. Время полезной информации. Зарегистрировались на портале Госуслуг. Отлично. А какие действия можно совершать через единый портал, расскажет инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анастасия Джерепа. За 8 месяцев текущего года в Госавтоинспекцию поступило более 122 тысяч заявлений на получение государственных услуг. При этом 72,3% – это заявление в электронном виде. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг и обеспечения их доступности за указанный период составляет 97,79%. В целях улучшения качества и повышения доступности оказания государственных услуг прием граждан и юридических лиц по вопросам совершения регистрационных действий с транспортными средствами, обмена и выдача водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД Ярославской области осуществляется в электронной форме посредством подачи заявлений через единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. Направить заявление в электронной форме имеет возможность граждане, имеющие личный кабинет на портале госуслуг. Подача заявлений в подразделения госавтоинспекции в электронной форме позволит сократить время обслуживания заявителя. Примеры нашей программы «Патруль 76» смотрите каждую субботу утром. На этом у меня все. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих. На скорости 60 км в час даже на сухой дороге расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее! Редактор субтитров А.Семкин